Саша, давай сначала о хорошем. Как провел отпуск, хоть он был коротким? Отпуск провел хорошо, да, хоть он из-за того, что он был небольшой, провел его дома с родными, с близкими в родном городе, так особо никуда не ездил, поэтому был дома. В первой лиге у тебя довольно-таки большой уже опыт, ты еще в 2012 году дебютировал в этом турнире. Можешь провести параллель, как турнир менялся? Ну, наверное, более омолодился, потому что когда я приходил, наверное, молодым в команду мастеров, было много опытных футболистов, возрастных, кому за 30, потом, конечно, с появлением, наверное, лимита доверять стали больше молодым футболистам, поэтому возраст, наверное, упал в лиге. В твоей карьере есть такая любопытная страница, ты выступал за оба дальневосточных клуба, отношения между которыми довольно-таки принципиальные. Вот у тебя были какие-то споры, конфликты с болельщиками Хабаровска, учитывая твой опыт игры в Владивостоке? Да нет, наверное, потому что я переходил не напрямую из клуба в клуб, и когда поступило предложение из Хабаровска, а в Владивосток уже команде, ну, команда не существовала в Владивостоке, поэтому никаких конфликтов и ничего не было, только поддержка и от одного клуба болельщиков и от другого. Многие болельщики знают тебя, как, скажем так, классического, крайнего полузащитника. В Волгареже ты играешь на позиции латераль, закрываешь всю бровку. Комфортно ли тебе действовать на этой позиции? Сложно ли было вообще перестроиться? Ну, прошлый сезон стал первым, наверное, на этой позиции, когда я играл. Вначале было непривычно, но постепенно освоился, и теперь получаю удовольствие, играю на этой позиции. Какие у тебя индивидуальные цели на сезон и вообще следишь ли ты за персональной статистикой? Ну, наверное, в первую очередь все равно важен командный результат. Хочется как можно выше находиться в турнире на таблице. Ну, а индивидуальная статистика – это как уже дополнительный бонус. Наверное, любой футболист хочет забивать голы, отдавать голевые передачи. Это всегда приятно. Ну, и перед стартом сезона несколько слов для болельщиков. Ну, хочется, конечно, видеть как можно больше болельщиков на стадионе, ну, а мы, в свою очередь, постараемся радовать хорошей игрой и положительным результатом.